Подключаем к нашему эфиру Агию Загребельскую, глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике Национального агентства противодействия коррупции Украины. Агия, здравствуйте. 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 Обсуждаем новость о том, что ряду российских депутатов, ой, депутатов, извините, олигархов, подсанкционных в том числе, или в первую очередь подсанкционных, каким-то образом удалось практически восстановить свои состояния довоенные. Эта новость удивляет, потому что уже 11-й санкционный пакет обсуждает цивилизованный мир. Мы говорим периодически о том, что это санкционное давление очень сильно влияет на российскую экономику, однако получается, что оно влияет на простых людей, что ли, но не на олигархов, если олигархи свои состояния восстанавливают. Можете объяснить, как так? Нет, конечно, это неправильный вывод, что это влияет на простых людей и не влияет на олигархов. Санкции влияют на олигархов. Тут есть несколько моментов. Во-первых, тут нужно понимать, что считалось в это состояние. Считалось ли в это состояние, считались ли замороженные активы или не считались. Потому что часть активов олигархов достаточно большая, они на сегодняшний день заморожены, но не конфискованы, потому что процесс поиска путей конфискации для того, чтобы в последующем было меньше шансов на то, чтобы вернуть эти активы или возмещать ущерб, он еще продолжается в некоторых странах. И это достаточно небыстрый процесс. Он и так сегодня движется темпами, которыми, наверное, не двигался еще никогда в истории. Хотя все же мы уверены, что это все равно медленно и можно и нужно еще быстрее. Почему мы наблюдаем эту картину? Вторая причина. Тут мы так тоже должны понимать, что мы имеем дело с олигархами, которые имеют достаточно большие сетки адвокатов, вэлс-менеджеров, бухгалтеров, аудиторов и других пособников. Я абсолютно сознательно применяю слово пособники, потому что когда мы говорим об обходе санкций, это преступление во многих юрисдикциях. И, соответственно, мы можем квалифицировать людей, которые вовлечены в этот процесс, как организованную преступную группу. И вот всех этих людей, адвокатов, вэлс-менеджеров и так далее, как пособников, они им помогали все это время обходить санкции. И сегодня мы видим результаты их помощи. С одной стороны, на табло богатства олигархов, а с другой стороны, мы их видим в санкциях партнеров уже. И последний санкционный пакет Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, они отличаются тем, что впервые, возможно, мы можем с вами об этом говорить, под санкции попали как раз именно вот эти люди. То есть пока что это коснулось нескольких олигархов. Наиболее, наверное, громкий кейс – это кейс Константина Малафеева, российского олигарха. Кипрскую компанию, которая обслуживала его фактически, счета, операции, компании и так далее, было санкционировано. Это первый случай, когда достаточно крупная кипрская компания была санкционирована. И мы уже видим, что журналисты публикуют разнообразные расследования по этому поводу, где достаточно детально объясняют обвинения в сторону этой компании. И мы услышали достаточно четкое сообщение от стран санкционной коалиции о том, что это только начало. И что каждый, кто помогает олигархам обходить санкции, его тоже будет ждать именно такая судьба. Он попадет в санкционные списки, если это не остановится. Я думаю, что после вот этого санкционного пакета, который мы видели, мы увидим уже другую в будущем картину. И мы ожидаем, что профессиональные участники рынка просто будут отказываться в дальнейшем работать с олигархами. Плюс, конечно же, нужно понимать действительно, что олигарх – олигарху рознь. Есть олигархи, на которых санкции действуют быстрее, потому что их активы, их активности в большинстве своем сконцентрированы именно в тех юрисдикциях, где находятся страны с санкционной коалицией, где их санкционируют. Есть олигархи, у которых активы и активности размещены в странах, сконцентрированы в странах, которые не относятся к санкционной коалиции. И, соответственно, путь к ним немного дольше. Это не означает, что к ним не доберется длинная рука справедливости, просто к ним очередь дойдет немножечко позднее. И вот как раз уже подходит этот момент, когда им тоже придется отвечать. Возможно, картину еще изменитый. 11-й пакет санкций у нас на подходе. И там собираются предусмотреть механизмы для предотвращения обхода санкций как частными компаниями, так и олигархами. На ваш взгляд, какие механизмы могут быть наиболее действенными? Конечно же, мы хотели бы видеть уголовную ответственность во всех странах санкционной коалиции. Это очень важно, особенно на уровне Европейского Союза. Это был бы серьезный шаг в направлении борьбы с обходом санкций. Конечно же, мы хотели бы видеть санкции против компаний, юридических и физических лиц, которые размещены в третьих странах, в странах несанкционной коалиции. Все это время мы видели, что в большинстве своем санкционной коалиции работала с этими странами путем дипломатии. В последнем пакете мы уже увидели санкции против компаний из Китайской Народной Республики и против компаний из Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, и Турции, и Кипра. И я надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться. Это хорошо будет влиять на то, чтобы схемы по обходу санкций прекращались. Конечно же, мы хотели бы видеть, чтобы более эффективно было построено и исполнение санкций, и обмен разведывательными данными, и мониторинг на уровне Европейского Союза. Потому что мы знаем, что нет единого органа ЕС, который всем этим занимается, что этим занимается каждая отдельная страна Европейского Союза, каждый отдельный член. И это, конечно, не способствует тому, чтобы схемы по обходу санкций быстро выявлялись и пресекались. Поэтому тут мы тоже видим взаимодействие Соединенных Штатов с Европейским Союзом, и мы надеемся, что это будет иметь результат. Также мы хотели бы видеть санкции относительно тех компаний, которые не обеспечивают надлежащий контроль за тем, куда продается их продукция. И, возможно, уже пришло время работать с ними, в том числе с санкционными инструментами. Потому что мы уверены, что, например, компании, которые производят станки с числовым программным управлением, на которых изготовляется высокоточное оружие, они должны четко понимать, куда попадают их компоненты, куда попадают их станки, и перед продажей какому-либо покупателю убедиться в том, что они не попадут в российские руки. Мы видим случай, когда они попадают в российские руки. И, соответственно, тут мы можем говорить о том, что недостаточным образом организован контроль. Мы думаем, что будет расширен перечень товаров, компонентов, на которые распространяется экспортный контроль. Потому что, если мы до этого видели в санкционных списках экспортного контроля в большинстве своем military или dual use, то сегодня мы уже видим, что расширяются списки. Там появляются фены, там появляются микроволновые печи. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться, потому что Россия пытается вооружить любой предмет быта электронный, используя его для каннибализма, для того, чтобы получить с него электронные компоненты, чипы и так далее. Соответственно, абсолютно правильной реакцией санкционной коалиции будет также санкционирование поставки таких предметов в России. То есть, в принципе, этот список долгий, он навряд ли будет интересный вашим зрителям, потому что тут дальше мы можем говорить о более технических таких деталях. Но он точно, точно есть понимание и у Украины, и у наших партнеров, что нужно делать. И мы уверены, что это будет исполняться. Агентство предотвращения коррупции Украины ведет список международных компаний-спонсоров войны. Недавно в этот список попала компания-гигант к Xiaomi. Можете рассказать, почему и какие последствия предполагает внесение компаний в эти списки? Возможно, еще добавите, как много компаний на рассмотрение по включению в список. Здесь пояснение, на самом деле, очень простое по компании к Xiaomi. После полномасштабного вторжения мы увидели, как компании начали выходить из России. Из России вышел Samsung, из России вышел Apple. Что сделала Xiaomi? Xiaomi не вышла с России, воспользовалась этой ситуацией и увеличила свою часть рынка фактически вдвое, заменивший для россиян выход этих двух технологических гигантов, технологических компаний. Как следствие, россияне не почувствовали, так как они должны были почувствовать, потерю доступа к цивилизованному миру, а именно к его части, которая касается электронной техники, телефонов и так далее. Потому что они хотели, чтобы все было российское. Вот, наверное, они должны были получить российские телефоны, попользоваться ими, сделать вывод относительно их российских возможностей производить подобные вещи с такой российской властью. Xiaomi минимизировала и нивелировала фактически тот эффект, который должен был бы получиться. И внесение к Xiaomi – это одна из главных причин. Также Xiaomi платит достаточно большие налоги в государственную казну России, учитывая то, что сегодня вся государственная казна России работает не на то, чтобы повысить уровень жизни населения, не на то, чтобы они получали высокий уровень медицинского обслуживания, высокий уровень образования, чтобы они ходили по чистым улицам, чтобы у них было социальное обеспечение, а на то, чтобы воевать, захватывать чужие земли, убивать и совершать военные преступления, то каждая копейка, которую платит любая международная компания, которая осталась работать в России, в государственный бюджет России – это копейка, которая платится на войну, на военные преступления, на агрессию, на убийство. Соответственно, Xiaomi это прекрасно понимала, и поэтому это вторая причина, по которой мы внесли Xiaomi. Третья причина – это то, что после 2014 года, несмотря на то, что всем цивилизованным миром были введены санкции против России, которые в том числе предусматривали запрет компаниям работать на территории Автономной Республики Крым, на территории Украины, Автономной Республики Крым, которая была оккупирована временно Россией на тот момент, компания Xiaomi осталась там работать, там присутствовали ее официальные дистрибьюторы, они продавали там технику, в том числе мобильные телефоны, они обслуживали там мобильные телефоны, которые покупались там. И был какой-то период, когда они приостановили продажи, но эта приостановка была связана с контрабандой, они очень быстро с этим разобрались и радостно сообщили о том, что продажи были восстановлены. Поэтому тут относительно компании Xiaomi мы считаем, что внесение в международные спонсоры войны – это еще достаточно лояльное отношение Украины к международной компании, это предупреждение компании о том, что это первый шаг, потому что на сегодняшний день, учитывая бизнес Xiaomi в Крыму, я считаю, что у нас есть достаточные основания для того, чтобы обсуждать Xiaomi как кандидата на санкции. Спасибо, Агия. Спасибо за ответы на вопросы. И за разговор, и за ваш труд. За то, что вы делаете. Спасибо. Агия Загребецкая, эксперт по антикоррупционным вопросам, была в нашем эфире. Благодарим.